В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день апреля с погоды. В Черкесске кратковременный дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарк вакансий. Посетителей ждет обширная информационно-консультационная программа. Они получат возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. Какие вакансии актуальны в сфере здравоохранения? Смотрите далее. За последние годы в Карачаево-Черкесии проделана объемная работа по строительству и обновлению инфраструктуры больниц, поликлиник и фельдшерско-кушерских пунктов, а также их оснащению современным высокотехнологичным оборудованием. Активно ведется работа по модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой предполагается строительство, реконструкция и капремонт лечебно-профилактических учреждений, закупка оборудования, автотранспорта для доставки пациентов и медработников. В республике работают передвижные мобильные комплексы, что позволяет проводить диспансеризацию непосредственно по месту жительства, а это удобно для жителей отдаленных населенных пунктов республики. Работает санитарная авиация на постоянной основе. С 2018 года в регионе возобновлена программа «Земский доктор», благодаря которой было привлечено более 140 врачей для работы в сельской местности. Снижение кадрового дефицита осуществляется посредством выполнения комплекса мероприятий, в том числе в рамках региональных проектов. Только Карачаево-Черкесский медицинский колледж выпускает ежегодно около 250 медсестер, акушерок, фельдшеров, техников, стоматологов и других специалистов и 800 средних медработников повышают свой профессиональный уровень по всем специальностям. Сегодня в сфере здравоохранения республики имеются вакансии, ознакомиться с которыми можно на сайте «Работа России». Кроме того, жители региона приглашаются на ярмарку вакансий, которая пройдет 14 апреля во Дворце культуры города Черкеска по улице Гутикулова 2-Б с 10 до 15 часов. Магистрант КЧГУ имени Умара Алиева Марат Айбазов вошел в топ-50 амбассадоров всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». И сегодня в эти минуты Марат расскажет моей соведущей Белли Джозаевой, как он стал участником всероссийского конкурса, в чем заключается его основная деятельность и какие новые задачи он сегодня ставит перед собой. Доброе утро всем! Доброе утро, Марат! Доброе утро! Благодарю тебя за то, что ты нашел время, столь ранний час приехал к нам в гости. Я хочу сказать о том, что ты вошел в топ-50 амбассадоров всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Ну, я хочу, чтобы ты в целом объяснил нашим зрителям, что такое амбассадор, как ты им стал, как ты решил участвовать в этом конкурсе. Предысторию, если можно, расскажи. Я начал заниматься уже с первого истинного проекта «Твой ход». Первый сезон прошел, ну, относительно второго не очень. Во втором сезоне я уже собрал свою команду и начал привлекать все больше и больше людей к этому проекту. Во втором сезоне я привлек больше 280 студентов. Благодаря тому, что я привлек большое количество людей, они начали активничать, и благодаря этому я вошел в топ-50 лучших амбассадоров проекта «Твой ход» второго сезона. Это зависит напрямую от того, сколько человек ты привлек в команду, правильно? 50 на 50. Первое, что влияет на рейтинг амбассадоров, это то, что сколько человек он привлек. Второй не менее важный фактор, то, что эти люди активны или неактивны. Основная твоя деятельность как амбассадора в чем заключается? Основная задача, да, популяризация проекта в своем регионе. Угу. Будет ли какой-то финал этого конкурса? Вот будущие горизонты какие? В этом сезоне есть два конкурсных трека. Это трек «Делаю», трек «Определяю». Трек «Делаю», где студенты борются за главный приз, это один миллион рублей. И трек «Определяю», который помогает студентам влиять на атмосферу, влиять на окружение своей среды, в том числе в УЗИ и в регионе в целом. Ну что ж, я желаю тебе удачи. Спасибо, что был в гостях. Всем хорошего дня и встретимся завтра.